Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу вам сегодня подарить уникальный ритуал и рассказать о сущности, о которой мало кто знает. Можно сказать, что, может быть, в России об этой сущности знают несколько человек, и то, наверное, практики уже в котором поколении. И не факт, что эти практики вам когда-либо встретятся и об этом расскажут. Но я хочу вам рассказать про духа Федуль Каратель, или Федуль Мурашка его ещё называют, ласково, по-народному. Звучит, конечно, очень ласково и необычно, и где-то даже по-детски, но сила эта совершенно не ласковая и не добрая, но справедливая. Про Федула Карателя мне рассказала моя наставница, которой уже нет в живых. Сильная женщина, я о ней говорила. Баба Наталья говорила о ней в своём прямом эфире, мои наставники. Так вот, Федуль Каратель. Я не буду передавать тот заговор, который я у неё получила, потому как передавать заговоры мастеров, которые тебе это не позволили, не разрешили, дали только для своего пользования, я считаю, ну, то есть ненужным. Из-за этого можно получить по шапке. А вот на основе создать своё, совершенно другое, совершенно не похожее на тот заговор, но своё, но передать, скажем так, призыв этого духа, ключи для того, чтобы эта сила помогала другим людям, я считаю, что я вполне имею право. Тем более, что именно это именно то, что мне дано по жизни, насколько я поняла. Это передать и отдать людям для их блага. Федул. Федул – это дух, это сущность, это демоническая сущность. Его называют братом северных ветров. И один из сущностей духов, скажем так, относящийся к болезням, к несчастьям. То есть он, по сути, каратель, но каратель справедливый. И согласно древним сказаниям, у него три дочери. Трясовица, лихорадка и потница. Это три такие особые состояния человека, когда человека трясёт, лихорадит, он, грубо говоря, потеет, но потеет не в том смысле, в котором мы знаем, а именно как бы не находит себе места, мается. Мается от того, что ему плохо, мается от проблем, мается от того, что не может причинить тебе вред. И это его постепенно убивает, но неважно. Федул каратель или федул мурашка, потому что человек мурашит от него, то есть покрывается мурашками, он же дух холода. его призывали ведьмы и направляли к своим врагам. Что происходило в жизни человека? Он становился одержим, он делал ошибки, он начинал вести себя неадекватно, он сходил с ума, у него отнимался сон, его лихорадило, его тело болело, его душа ныла, то есть человек становился просто одержим какой-то идеей и настолько сходил с ума, что все окружающие начинали просто отодвигаться от него подальше, потому что видели, что он вне себя. Но каратель, он справедливый, если человека ни за что угнетают, скажем, на работе, если человека ни за что угнетают жизни, в семье, если соседи угнетают, если все время какие-то проверки и милицию, полицию вызывают к вам в магазин, если есть такие кляузники, если есть такие твари, которые преследуют твою семью и так далее, и так далее. Вот на их голову можно призвать Федула-карателя. Это делается три ночи к ряду, а потом видите результат. Результат может быть уже с первого призыва. Что нужно делать для этого? Открывайте окно, ночное окно, не вечернее даже, ночное окно, в 12 ночи, то есть 00 ночи, час ночи, ну, в крайнем случае 10 ночи, потому что должно, должно быть сумерки и вообще лучше сделать тогда, когда космос, когда Вселенная свободны, то есть люди спят, когда меньше движения энергии. Почему по ночам ритуалы сделаны и работают лучше? потому что энергия, вот это вот движение, по крайней мере, одной части планеты, потому что здесь у нас ночь, в Америке, например, сейчас день, да, или другой части России, может быть, день или полдень, дело не в этом, дело в том, что вот хотя бы какая-то часть планеты засыпает, какая-то часть планеты утихает, и вот этой вот энергии такой мощной, большой становится меньше вокруг вас, и тогда ритуал, работа, она достигает своей цели быстрее, свободно пространство, свободно вот эта энергетическая зона, открывайте окно, зажигайте чёрную свечу, восковую свечу, и читайте, читайте шесть раз заговор, закрывайте окно, тушите свечу, на следующий день, ночь, следующую, опять зажигайте ту же свечу, читайте шесть раз, потушили, и в третью ночь также оставляйте свечу догореть, уносите, оставляйте кусок чёрного хлеба и три куска сахара, именно сахара оставляйте под деревом, и говорите, откупаюсь, как всегда, отворачивайтесь, уходите, монет не нужно, кусок чёрного хлеба и сахар, и так, если у вас есть фотографии вашего врага, вы можете положить фотографии возле этой свечи, открыть окно и читать, и последнюю ночь дочитать, но не сжечь эту фотографию, ничего не делать, куда-нибудь убрать подальше, в этом случае не сжигать, вообще навредить фотографии не стоит, тогда удар будет намного сильнее, если нет фотографий, если вы даже не знаете имя своего врага, просто чувствуйте откуда-то подвох, понимаете, силы найдут того, кто виноват, мне иногда говорят, а вот возьмёт там подросток, сделает, а вот возьмёт там человек, невинному человеку, начитает, да испортит, хватит нести тупость и ересь, в отличие от вас, мироздание разумно, я сто раз говорила, силы разумны, силы прекрасно знают, кто вам вредит, кто портит вам жизнь, кто пытается отравить вам кровь, они прекрасно видят и понимают. Те люди, которые сами твари возьмут и сделают, у них не получится. То, что они себе навредят, ну, навряд ли, у них просто не получится. Один на миллион, что они сами получат по башке, если уж совсем уж гниты, но если они не правы, у них просто не получится. А что касается подростков, уважаемые люди, для того, чтобы у людей это получалось, они должны подходить осознанно. Духи видят, что это ребенок, они не подчиняются ребенку. Духи видят, что это подонок, они не подчиняются подонку, они не будут подчиняться ради его желания поганить жизнь другому человеку. Но когда Духи видят, что человек невиновен, что он имеет право на священную месть, они подчиняются ему и помогают, потому что этот заговор вам подарен ведьмой, следовательно, она знает ключи подчинения этих духов. Перед тем, как отдать, вам эти силы видят, знают, что этот заговор идет в народ, в люди. Они сами дарят через эту ведьму этот заговор. Следовательно, они знают заранее, что этот заговор люди будут делать. А значит, этот заговор будет получаться. А значит, они будут подчиняться, слушаться и помогать человеку через этот заговор. Они ведь сами дали миру этот заговор. Если бы они не хотели, то его бы не было у людей. А раз он к людям пришёл, пришла такая сильная работа, а раз они сами передали и сказали, вот к нам обращайтесь вот так, вот так откупайтесь, и мы будем помогать, значит, они будут подчиняться и помогать человеку. Понимаете? Но есть определённые условия. Ты должна быть невиновна в этой ситуации. Ты не должна использовать это, как боксёру говорят, даёт он клятву, что никогда не использует свою силу, навыки и знания на улице, на безоружных людях, на неготовых абсолютно людях, потому что вот эти вот знания борьбы – это как оружие. У тебя в руках оружие. Ты не имеешь права применять на безоружного, на человека, который никак не знаком с этим всем, что ты изучил и знаешь. Все каратисты, все боксёры, все люди, которые занимаются вольной борьбой и так далее, они дают клятву, что свои навыки, знания на улице применять не будут. Ну, по крайней мере, если нападут, это другой вопрос. А так они не имеют права это делать. Иначе их могут выгнать из общества спортсменов. Это не приветствуется, понимаете? Тебя учат для того, чтобы ты этим зарабатывал или чтобы защищался и защищал своих близких, родных. Но не для того, чтобы ты вышел и применял это на неподготовленных людей и убивал их. То же самое и здесь. Магия даётся для того, чтобы помочь человечеству и наказать тех, кто себя гнусно ведёт. Но никак не для того, чтобы тем самым, знаете, калечить жизни невинным людям. Поэтому, когда кто-нибудь у вас сразу же соглашается делать порчу, на кого-то даже не понимая, виноват этот человек или нет, перед вами аферюга. Потому что ведьма всегда отговаривает. Так вот, это не порча делать на врагов, это попросить у Вселенной справедливости. А там духи, а там силы, которые замечательно видят, кто виноват, а кто нет. И если человек, на которого вы думали, подозревали, не виноват перед вами, до него это не дойдёт. Но если дойдёт, значит виноват. Если вы даже не знаете, кто делает вам, знаете, подлости на работе, откройте мой ролик, посмотрите, там прямой эфир, колоссовый от людей, как мы справились с врагами. И там всё сказано поэтапно, просто по полкам разложено, кто какой ритуал делал и какие имели последствия. Так вот, вот вы не знаете, кто вам делает гадость на работе. Вот кто-то идёт, кто-то копает под вас. Вы понимаете, что вот слухи пошли, вы понимаете, что начальник к вам как-то не так относится. Вы не можете понять, кто это из коллег так делает. Берёте и отправляете ему, этому человеку, в жизнь, фидула-карателя. И через некоторое время этот человек не приходит на работу. И вы удивляетесь, у вас волосы дыбом. Потому что, как правило, оказывается, что это тот самый человек, с которым вы очень хорошо общались. И она такая всемилая, хорошая женщина, смеётся, разговаривает. А тут, поверьте мне, это реально. Я много раз на своей работе вот заставала такое. Подходила там журнал, забыла, подошла забирать. И слышу, женщина, которой я очень много помогла, и вообще прекрасно у нас были отношения, просто стоят, сплетничают обо мне. Мне стало стыдно. Я могла зайти и сказать, что за хрень происходит. Но мне стало стыдно, что люди так подло себя ведут. То есть 15 минут назад она мне, ой, ты моя хорошая, какая ты замечательная, дети все тебя любят. И тут я подхожу и слышу, что, ой, она вообще непонятно кто, что, я вообще удивляюсь, как дети там сидят у неё на уроке, да что она там знает и так далее. Понимаете? И тут просто хватаешься за голову, потому что, ну что это такое? А по молодости мы тем более не предполагаем, с нами хорошо разговаривать, ласково, по-человечески, и мы уже растаяли. Вот что происходит после таких ритуалов. Вот ты приходишь на работу, тебе говорят там, ой, вы знаете, там вчера Марья Петровна упала, ногу сломала, наверное, три месяца не будет, потому что перелом у неё там открытый и очень страшный. И тут у тебя просто шок, потому что ты понимаешь, что ты три ночи к ряду проводила на фидула-палача. Палача или карателя, по-разному его называют. И ты-то думала, что это совершенно другой человек, а тут оказывается та самая, с которой вы сидели, чай пили и разговаривали. Понимаете, о чём я говорю? Что если это возьмёт ребёнок, у него не сработает, если это возьмёт человек, который сам виноват в этой ситуации, у этого человека не сработает. А если возьмёт человек, который не виноват и хочет себя защитить, у этого человека сработает. Даже если он не знает, кто виновник, у него сработает. Если человек вам напрямую, просто с вами враждует напрямую, вы знаете этого человека, возьмите фотографии, сделайте, как я посоветовала. Если не знаете этого человека или не хотите как бы зря обвинить никого, Просто начитайте, фидул сам найдёт, я вас уверяю, того, кого надо. Итак, вот этого языческого древнего духа фидула. Фидула-карателя, фидула-палача или фидул-мурашка. Мурашка, потому что человека муражат постоянно, он просто трясётся, он в лихорадке, он в одержимости, он сходит с ума, его жизнь переворачивается просто с ног на голову. Итак, за сорок ледяных гор посреди ледовитого океана в ледяном дворце живёт страшный дух Фидул-каратель. Эй ты, Фидул-грозный! Фидул-каратель! Отправь-ка на моего врага своих дочерей трясовицу, лихорадку и потницу их сестрицу. Пусть врага моего трясёт, лихорадит, в подкидает. Пущай враг мой покоя не знает, не ест, не спит, не смеётся, не веселится, а день и ночь кричит и бронится. С ума сходит, пена исходит, от злобы задыхается, мучается, мается. Делам его разруха, словам его безумие. На судьбе адова печать, плакать ему век, да стонать, с колен не встать, так и сгинуть. Фидул-каратель! Всё исполнит! Ключ, замок, язык! Заклято! Ещё раз. Когда вы начитаете или во время чтения в процессе, вас немножко так, знаете, затрясёт. Вот это может быть. Потому что вы призываете духа, который просто вселяется в тело и начинает трясти человека со всех сторон. То есть трясучка у него в жизни нарушится. И вы вот этот момент сами почувствуете, эту трясучку. Но это пройдёт. Это через вас просто ваш гнев, который оторвается и уходит к вашему врагу. Ещё раз прочитаю. Немного устала. Иногда я переписываю свой ритуал. У меня почерк, как у врача, сама иногда не разберу, что за слова тут написала. Начнём. За сорок ледяных гор посреди ледовитого океана в ледяном дворце живёт страшный дух, Фидул Каратель. Эй ты, Фидул, грозный, Фидул Каратель. Отправь-ка на моего врага своих дочерей трясовицу, лихорадку и потницу, их сестрицу. Пусть врага моего трясёт, лихорадит, в пот кидает, пущай враг мой покоя не знает, не ест, не спит, не смеётся, не веселится, а день и ночь кричит и бронится. С ума сходит, пена исходит, от злобы задыхается, мучается, мается, делам его разруха, словам его безумия на судьбе адова печать. Плакать ему век да стонать, с колен не встать, так и сгинуть. Фидул Каратель. Всё исполнит. Ключ, замок, язык. Заклято. Ещё раз. За семь ледяных гор посреди ледовитого океана в ледяном дворце живёт страшный дух, Фидул Каратель. Эй ты, Фидул, грозный, Фидул Каратель. Отправь-ка на моего врага своих дочерей трясовицу, лихорадку и потницу, их сестрицу. Пусть врага моего трясёт, лихорадит, в пот кидает. Пущай враг мой покоя не знает, не ест, не спит, не смеётся, не веселится, а день и ночь кричит и бронится. С ума сходит, пена исходит, от злобы задыхается, мучается, мается, делам его разруха, словам его безумия. На судьбе адова печать, плакать ему век, да стонать, с колен не встать, так и сгинуть. Фидул Каратель всё исполнит, ключ, замок, язык, заклято. И за короткое время эффект вы увидите сами. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok